Приветствую вас, уважаемые зрители! В понедельник, 4 июля, женская сборная России по баскетболу выиграла чемпионат Европы в Польше. В финале 33-го чемпионата Европы наша команда обыграла сборную Турции с отсчетом 59-42. Благодаря победе на Евробаскете команда Бориса Соколовского получила прямую путевку на Олимпиаду 2012 года, а самым ценным игроком женского чемпионата Европы стала россиянка Елена Данилочкина. А теперь новости из-за океана. Переговоры между владельцами команды профзоюзом и игроков NBA, прошедшие 30 июня, не принесли никаких результатов. И теперь вся деятельность лиги будет прекращена до подписания нового коллективного соглашения. Также NBA объявила правила наступившего локаута. Игроки не получают зарплаты, команды не ведут переговоры, не подписывают контракты и не совершают обмены. Игроки не могут использовать собственность команд для любых целей. Команды не могут проводить любые летние тренировочные лагеря, выставочные игры, тренировки, просмотры, тренерские собрания и собрания команды. С начала локаута NBA настоятельно порекомендовала команда всячески избегать упоминания игроков лиги. На сайте NBA удалены фотографии всех баскетболистов. В профайлах вместо фотографии находятся логотипы клубов. Большинство официальных сайтов клубов полностью удалили страницы со списком игроков. На прошедшей 30 июня встрече владельцы команд отказались поднимать среднюю заработную плату игроков на шестой год контракта до 7 миллионов долларов с нынешних 5 миллионов. Согласно правилам NBA, максимальный оклад игрока высчитывается из пропорции количества лет, в которые игрок выступает и общего потолка зарплаты. В сезоне 2010-2011 максимальная зарплата для баскетболистов, выступавших менее 6 лет, составила 9 миллионов. Для тех, кто провел в лиге менее 9 лет, 11 миллионов. А для игроков со стажем более 10 лет, 14 миллионов долларов. Локаут может помешать проведению части сезона 2011-2012, если игроки и клубы не договорятся о новых условиях. В случае, если команда и игроки не придут в соглашение до 2012 года, сезон может быть отменен целиком. Ну а нам, дорогие друзья, необходимо набраться терпения и ждать новых новостей из лиги. Пишите мне в группе ВКонтакте, предлагайте новые темы для обзоров. С вами был Иларионов Юрий, спасибо, что смотрели меня и любите баскетбол. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok